Я строчек удалил, хватило бы на пару вечеров погреться у огня. Ты спрашивал раз в 15, так, болит? Как будто у тебя и у меня задача не болит, осталось не от правной точки. Хотя бы раз обняться или раз обняй, задумавшись о сыне или дочке. Я тут ворочался, ворочаясь обрел. Исправно жить, когда необходимость есть поделиться. И часы стремятся к трем, и за окном привычная картина. Компании из молодых людей там распивают вина. Апатия и самый жуткий грех я жизнь делил. Хотел, чтобы на всех, однако, алкоголь и мысли о балансе вечных трат умеет быстро все вернуть назад. Похмельный путь так прост и одинаков. Осталось только заварить глинтвейн и вспомнить, что шаги назад ведут на дверь, которая надежно примет спину. А впереди дорога кажется живее. Во всяком случае, всегда наполовину. Мы знаем уже все. Ты обо мне, я о тебе. А где-то повыше далекий бог скрутил и поджег. И у него не осталось совсем ничего. Любой обман это смешно и хрупко, как на сухую голову пытаться уснуть, как не сойти с ума, поднимая трубку, когда еще холодит лесну. Нанося все риски за толстую скобку, быта онкология, ставки наверняка. И роется мысль нажать особую кнопку цвета твоего куховика. Сесть расплатиться за все транспортные карты, и липкая мелочь и губы привычно садить. Узнать, сколько стоит проезд, и когда будет завтра, и что с этим всем делать, и почему мы одни. Одни, касаясь личных привычек, сформированных взглядов, рисунка чуть ниже локтя. Всего, что покажется необычным, и может быть неприятным, или вовсе никчемным. Хотя, когда кончается серотонин, даже привычный облик внешнего мира с умрачной атомом была. Если бы я совершенно один оказался там, вряд ли бы что-то вспомнил. Спасибо, что ты пришла. Спасибо.